ККР-24 Технологии Но, как видим, легко открывается, легко закрывается А так, чтобы крышка сама выпадала, это просто сказки Размер дисплея, функциональные возможности Все абсолютно те же самые Нет смысла их заново перепроверять Разница лишь излишней чувствительности Как видим, даже энергия, то что в руках Прибор спокойно начинает реагировать Старый образец При измерении в обычном режиме электромагнитного поля Если еще все нормально в старых приборах То с включением высокой чувствительности Как видим, идет бесконтрольное и непрерывное обнаружение поля И новый прибор показывает четкую работу На точно заданном расстоянии и с большой повторяемостью В качестве поиска фазы С помощью одного шупа показывает сопротивление В общем, непонятно о чем речь Тогда как старый прибор определяет наличие напряжения Но не определяет, которая из них фаза Который нулевой Соответственно, никакой пользы от такой функции Сопротивление все приборы измеряют нормально Прозвонка, конечно, не шустрая Но функцию свою в любом случае выполняет Такой небольшой тест на потребление тока В выключенном состоянии Как видим в режиме микроамперов Это не так много, но все равно потребляет Смотрим теперь, сколько миллиампер потребляет при работе И как видим почти 8 миллиампер тока Это очень и очень много для монохромного жидкокристаллического дисплея Обновленный вариант с монохромным дисплеем Смотрим, тут ток поменьше 7,5 миллиампер А в выключенном состоянии тут уже, как видим, почти ничего не потребляет Какие-то сотые доли микроампера Пробуем старый вариант с черным дисплеем Тут тоже есть большой ток потребления Как видим А при включении идет сумасшедший ток потребления 43 миллиампера Это очень и очень много При энергосбережении Смотрим, падает ток потребления Но все равно 11 миллиампер Это достаточно высокий показатель Смотрим, современный аппарат с современным дисплеем Он тоже, как видим, потребляет ток в выключенном состоянии А рабочий ток чуть поменьше 39 миллиампер Все равно много И энергосбережение опять 10 с лишним миллиампер Смотрим теперь, как определяет высокое, среднее и низкое напряжение Новый прибор справляется отлично Три разные индикации на три разных напряжения А вот на старом приборе две крайние положения Идет одинаковая индикация Не смог отличить низкое и среднее значение напряжения Были еще много вопросов по поводу отображения высокого напряжения Как видим, прибор спокойно справляется Старый прибор с монохромным дисплеем все так же нормально показывает И старый прибор с черным экраном все так же нормально измеряет Как низкое, так и высокое напряжение Точно так же хорошо определяет и современный аппарат с черным дисплеем В общем, все отлично с измерениями высокого напряжения И самый обсуждаемый вопрос Какое расстояние? Старый прибор нормально видит поле Новый прибор все так же отлично Новый с черным экраном тоже нормально И старый прибор все тоже нормально Это при толщине примерно один сантиметр Далее идет вот такая книга 16 миллиметров толщина Теперь более толстую книгу почти 3 сантиметра Снова отлично показывает новый прибор Старый прибор также отлично Черный дисплей, что новый, что старый Так же все отлично Теперь смотрим фанеру 16 миллиметров Все приборы показывают отличный результат Только вот новый образец с черным дисплеем Ощущение, что звучит чуть потище Теперь смотрим вот такой камень В качестве имитации бетона Все приборы абсолютно одинаково Показывают хороший результат Обнаружение электромагнитного поля Пробуем книгу Патоше 4,5 сантиметра Удивительно, но есть в каждом одинаковое хорошее обнаружение поля Теперь пробуем вот такой кирпич И снова все во всех приборах отлично И еще один тест Пробуем сразу две книги Все приборы нормальная индикация Теперь сразу две книги и камень И как видим, в принципе, все очень хорошо Во всех приборах Фонарик все тот же Абсолютно одинаковая яркость во всех приборах Отличие только в этих значках на кнопках Соответственно, на старой модели При нажатии и удержании кнопки Начинает ловить поле Непонятно откуда Из всех четырех вариантов У нас останется именно Новая модель с монохромным дисплеем За его энергоэффективность И качественную работу В поддержку развития канала Буду благодарен за любой Лайк, подписку, комментарий Спасибо за просмотр